Продолжение следует... 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 расходных материалов – это одна из статей, которая всегда беспокоит образовательной организации. Мы сами достаточно много реализовывали проектов, и одним из положительных опытов, которые мы имеем, это, конечно же, укрепление в целом материально-технической базы института, в том числе и за счет участия в различного рода грантах. Как вы знаете, гранты бывают государственные, российские, отечественные, международные и зарубежные. Больше, конечно, мы уделим внимание сегодня российским отечественным грантам, поскольку они более доступны для наших образовательных организаций, они более понятны, для них четко прописана конкурсная документация и объявляют их профильные министерства, то есть Министерство просвещения, различного рода фонды российские, ну и, конечно же, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Те виды грантов, которые вы сейчас видите на своих экранах, хотелось бы сказать, что на каждый из этих видов грантов мы в свое время подавали заявки. Не все наши заявки, конечно же, проходят, но тем не менее гранты, грантодатели Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования, они поддерживают те образовательные организации, которые подают качественные заявки и заявляют актуальную тематику для грантов. Основную терминологию вы тоже видите. Любая конкурсная документация представляет собой объявление о конкурсе и конкурсную документацию, которая идет приложением к объявлению о конкурсе. Иногда бывает, что в конкурсную заявку или в объявление о конкурсе вносятся различного рода изменения, чаще всего они касаются, как правило, видов документов, может быть, могут поменяться сроки подачи заявок, может даже быть отменен конкурс, но, как правило, это очень редкие случаи, то есть мы в первую очередь смотрим на объявление и на конкурс. Типы грантов, вот вы видите, это реактивный так называемый, типы проективный. Отличие в чем? В том, что сначала наша организация работает и потом под проект ищет фонды различные и конкурсы и гранты, а второй вариант, наоборот, мы сначала находим конкурсы, в которых мы могли бы поучаствовать и в соответствии с этим готовим заявку. Ну, чаще всего, конечно же, это фонд президентских грантов, где очень много и большой простор для участия организаций. К сожалению, там не коммерческие организации участвуют в этих конкурсах, но, тем не менее, очень много заявок можно подавать совместных. То есть не одна образовательная организация, а на условиях договорных отношений, в результате сетевого взаимодействия, в результате с руководителей проекта, совместной реализации проекта. Допустим, как на своем уровне, то есть детские сады реализуют несколько детских садов, дошкольных учреждений, или несколько школ реализуют один проект. Так и многоуровневое может быть взаимодействие детский сад-школа, школа-вуз, детский сад-вуз и так далее. И вот, на наш взгляд, все-таки проективный тип, это более, скажем так, совершенный тип грантов, потому что сначала мы вырабатываем стратегию развития нашей организации, находим те точки роста, в которых мы могли бы проявить себя и оформить качественную заявку и проект, и под него уже, соответственно, мы находим конкурс. Так, у меня такой печень, что я назад пошла. Основные источники грантов. Как правило, все-таки сейчас для образовательных организаций очень много конкурсов объявляется под государственные фонды, под министерства, и гранты получают образовательные организации в форме субсидий на реализацию проектов. Они могут предполагать софинансирование самой организации, они могут предполагать софинансирование субъекта, муниципалитета, могут просто выделяться на целевые проекты. Все это прописывается в конкурсной документации. Ну и кроме того, конечно, кроме федеральных различных конкурсов, существуют конкурсы на региональном уровне, как для НКО, так и для любых юридических лиц, но в данном случае для организаций. Вот я уже говорила про фонд президентских грантов, почему мы тоже советуем участвовать в этих конкурсах, потому что, во-первых, заявка подается в электронном виде, заполняются только соответствующие поля, но здесь необходимо, конечно, очень четко, лаконично сформулировать все основные цели, задачи, на которые направлен ваш проект. И вот в качестве примера хотела бы представить вам итоги первого конкурса 2019 года. На 3,35 миллиарда рублей выделены денежные средства на 1644 проекта. С 14 октября стартует следующий конкурс, теперь уже на 2020 год будут выделяться финансовые средства. И этот фонд для НКО, поэтому в содружестве с НКО или от НКО образовательная организация тоже может поучаствовать в реализации актуальных для вашего учреждения проектов. 13 направлений фонда по НКО, здесь они все представлены, только хотела бы обратить внимание, что любая, в общем-то, идея образовательной организации может найти свое отражение в этих 13 направлениях. Хотите работать с родителями, пожалуйста, есть направление по социальным проектам. Хотите заниматься научно-исследовательской деятельностью, поддержать, скажем, школу родительства, пожалуйста, здесь есть тоже такие направления. Или, скажем, развитие общественной дипломатии, поддержка соотечественников. Здесь касаются проекты и соотечественников, и детей иммигрантов, вот в частности, я вам сегодня тоже расскажу об одном из проектов, который мы успешно реализовали в 2017 году. На территории каждого субъекта существуют также свои конкурсы и гранты. Вот у нас, например, на территории Республики Башкортостан, тоже по аналогии с фондом президентских грантов, ежегодно объявляется конкурс на поддержку грантов главы Республики Башкортостан. Вот в качестве примера есть, значит, постановление правительства Республики и, соответственно, порядок предоставления заявок. Здесь прописываются лоты, здесь прописываются требования конкурсной документации. Вот в этом году было три основных направления в этом конкурсе. Ну и поддерживаются, конечно же, как правило, те организации, у которых хороший задел, которые созданы не менее чем год или два назад, и те, у которых подготовлены качественные заявки. Для чего нужен грант? С точки зрения воспитателя, с точки зрения учителя, с точки зрения педагога. Ну, во-первых, если вы участвуете в грантовой деятельности, то это, конечно, интересно, и вы вносите вклад в инновационную деятельность образовательной организации. Это ваша своего рода визитная карточка. Вы можете сказать, что я являлся руководителем проекта, я являлся участником реализации проекта, я смог опубликовать свои учебно-методические материалы за счет средств гранта, мы провели мероприятие, которое имеет большой социальный эффект, ну и так далее. Кроме того, конечно же, это гарантия самостоятельности, но я бы, наверное, сказала еще самодостаточности, потому что если вы участвуете в такого рода проектах, которым вносят вклад в развитие вашей организации, то, естественно, ваша самооценка и ваш социальный статус, несомненно, будет выше, чем у тех, скажем, сотрудников, которые этим не занимаются. Это подтверждение, конечно же, ваших профессиональных качеств, но и самое главное, коллеги, каждый год, когда мы пишем заявку, мы проходим своего рода повышение квалификации. Мы изучаем кучу документов, помимо конкурсной документации, объявлений о конкурсе. Мы проводим анализ своей собственной работы, мы планируем дальнейшее развитие своей организации, и, конечно же, это невозможно сделать, если рядом нет профессионалов и профессиональной команды, которая могла бы это все развивать. Ну и, конечно же, если вы получили и выиграли конкурс, получили грантовую поддержку, то это, конечно же, свидетельствует объективно о востребованности того проекта, который вы предлагаете к реализации. Социальный эффект, социально-экономический эффект для региона, может быть, это эффект для муниципалитета, может быть, в рамках муниципального образования, может быть, в рамках Российской Федерации ваш проект будет востребован, и ваш опыт, который вы приобретете и покажете в рамках своего гранта, он может быть тиражирован на другие субъекты Российской Федерации. Это, конечно же, очень интересно и важно, на наш взгляд. С точки зрения имиджа образовательной организации, ну, во-первых, не каждая образовательная организация вот так вот сходу раз и участвует в конкурсах и в грантах, конечно же, потому что это большая, трудоемкая, затратная работа и человеческих ресурсов, и ресурсов временных и профессиональных, потому что написать заявку требуется большое количество времени, собрать все документы для того, чтобы эта заявка соответствовала всем техническим требованиям. Ну и, конечно же, если образовательная организация заиграла грант, то, безусловно, это свидетельствует о том, что этой организации доверили выполнение проекта, поверили в ее финансовую стабильность, в честность, в объективность и целесообразность той работы, которая есть. Ну и, конечно же, то, что организация выполнит те обязательства, которые берет на себя в рамках гранта. Когда вы прописываете, чем вы будете заниматься и каких целевых показателей вы в итоге достигнете, то, выделяя вам финансовые средства, грантодатель верит в то, что вы сможете эти финансовые средства освоить, о том, что вы сможете получить результат и достигнуть тех целевых показателей, которые вы заявили в своем проекте. Кроме того, конечно же, это подтверждение того, что ваша организация конкурентоспособна. То есть, если по России подается огромное количество заявок и проектов на различного рода конкурсы, и ваша организация смогла в этом конкурсе победить, то это свидетельствует о том, что у вас профессиональный коллектив, способный внедрять инновации в образовательный процесс, а, соответственно, это повышает, безусловно, конкурентоспособность образовательной организации. Ну и подтверждение, как мы уже сказали, профессиональной команды педагогов, которые могут, хотят, и у них успешно получается реализация того или иного проекта. Есть организации, которые ежегодно подают заявки и выигрывают по 2-3 гранта, но не одновременно, конечно. Есть у нас партнеры, коллеги, в том числе и детские сады, которые подают заявки, с первого раза они не проходят. Есть, скажем, образовательные организации, которые со второго, с третьего раза подают заявку и в конечном итоге побеждают конкурс. Все зависит от настроя, от желания и от оптимизма, с которым мы выполняем эту работу. Вот основные направления в современном образовательном учреждении. То есть для чего нам эта грантовая деятельность нужна? Конечно же, в первую очередь для того, чтобы выстроить стратегию развития организации, в том числе в рамках грантовой деятельности. То есть что на сегодняшний день входит в приоритетные проекты образования, какие проекты в нашей образовательной организации мы могли бы предложить в рамках тех или иных программ или в рамках тех или иных мероприятий, федеральные программы развития образования. Ну и конечно же, конкурентоспособность проектов – это и есть конкурентоспособность нашей организации. Мы начинаем с того, какая у нас кадровая обеспеченность, какая у нас материальная база и какие у нас инновационные проекты и программы имеются. Когда мы начинаем рассматривать конкурсную документацию, то первый вопрос, на который мы должны ответить, в чем отличие, в чем изюминка моей образовательной организации от других организаций, которые точно так же будут участвовать в конкурсе. То есть что необходимо предложить, что будет выгодно отличать вашу заявку от других. То ли это будут целевые показатели, которые выше, но есть гранты, которые не предусматривают повышения, а просто достижения целевых показателей. То ли у нас есть задел, которого нет у других организаций. То есть в каждом конкретном случае, конечно же, позиция самого руководителя и членов экспертной группы и команды, она, конечно, будет отличаться. Ну вот здесь вот мы представили основные критерии заявок, на что следует обращать внимание, на что смотрят эксперты в первую очередь. Конечно же, хотела бы обратить внимание, что из 10 заявок нормально считается, когда на финансирование одна или две заявки проходят из 10. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы выигрываем конкурсы и гранты, то это свидетельствует о том, что мы подаем большое количество заявок, ну и соответственно проходят заявки, конечно же, не все. Но это не говорит о том, что мы плохо работаем, это говорит о том, что есть организации, которые работают лучше нас. И они предлагают более успешный опыт, более интересную тематику, более интересные мероприятия в рамках проектов и так далее. Вот здесь мы сформулировали общие рекомендации для написания заявки. Я хотела бы сказать, что на сайте Министерства просвещения, потом покажу, как правило, объявляется в разделе документы, выставляется объявление о конкурсе. К сожалению, у нас не получилось подгрузить сегодня материалы. Не совсем я смогла это сделать. Да. То есть объявление о проведении конкурсного отбора. Я думаю, что те коллеги, которые сегодня слушают наш вебинар, знакомы с этим документом. Вот здесь как раз и прописывается, на что из федерального бюджета выделяется грант в форме субсидий, на реализацию каких мероприятий и на что они направлены. Ну вот я сейчас держу в руках документ объявления о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2019 году из федерального бюджета гранта в форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы научно-методической и методической кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации под программа совершенствования управления системой образования, государственной программы Российской Федерации развития образования. Вот в самом названии сидит несколько документов, которые при написании заявки нужно обязательно изучить, что представляет из себя государственная программа развития образования, что представляет из себя под программой совершенствования управления системой образования и так далее. Вот когда мы знаем, какой заказ социальное государство ставит перед образовательными организациями, тогда мы можем сформулировать цель, задачи и выбрать подходящий вид конкурса, как здесь указано в первом пункте. Второе, на что следует обратить внимание, это следовать очень четко инструкции при оформлении заявки и положении конкурсной документации. Инструкция вам нужна тогда, когда вы заполняете электронную заявку на сайте, но вот те конкурсы, которые Министерство просвещения для образовательных организаций объявляет, как правило, не предусматривает электронную подачу заявки, то есть заявка подается, как правило, в бумажном виде и в PDF-файле на диске. Далее, название должно отражать сущность проекта, ну и в определенной степени ожидаемый результат. То есть, когда грантодатель читает название вашего проекта, из названия проекта необходимо выделить ту тематику и ту терминологию, которая заложена в самой программе. Для чего? Для того, чтобы когда грантодатель прочитал название вашего проекта, он сразу увидел, ага, здесь организация планирует делать то-то, то-то и то-то. Конечно, сформулировать название сразу очень сложно, поэтому мы, например, формулируем название проекта после того, как цели задачи сформулировали, методологию, методы прописали, мероприятия основные продумали, и только после этого, когда у нас есть целостное видение самого проекта, мы начинаем формулировать название. Ну и, конечно же, как корабль назовешь, так он и поплывет, поэтому большое значение необходимо уделить названию проекта. Четко сформулировать основные положения заявки – это, понятно, цель, методы достижения, ожидаемые результаты. Как правило, в конкурсной документации четко прописана форма заявки. То есть, как должна выглядеть заявка в вашей конкурсной документации. Не во всех конкурсах это происходит, потому что буквально на днях мы подавали заявку по проекту «Новые возможности для каждого». Там предложение образовательной организации в свободной форме представляло. Было только три основных пункта, по которым мы должны были прописать, что должно было быть в заявке. Все остальное предложение это называлось. Все остальное на усмотрение организации представлялось. Вот та документация, которую я вам сегодня озвучивала, конкурс, здесь четко были прописаны методические рекомендации для оформления заявок. Цель, задача, каким шрифтом, что должно быть заложено, если вы закладываете вебинары, то сколько их должно быть. Если вы закладываете учебно-методическую литературу, издания, какие-то памятки для родителей, например, могут быть в гранте, методические рекомендации для учителей, то вот это все должно иметь количественное выражение. То есть мы не пишем учебно-методическое пособие такое-то, а мы пишем сколько экземпляров, на что оно направлено, для чего. В каждой конкурсной документации, как правило, есть требования к составу заявки, опись необходимых документов. Это документы, которые мы тоже очень внимательно и подробно изучаем. И вот здесь мы прописали, избегаем, излагаем все положения, вот излагаем все положения в максимальной лаконичной форме. Почему? Потому что в ряде конкурсных документаций есть ограничения по объему. Например, заявка должна содержать не более 30 страниц. Или, например, избегать сокращение аббревиатуры. Если я сокращаю, например, объем заявки, там 14-м шрифтом, например, полуторный интервал между строками и так далее, то, соответственно, конечно же, мне хочется сохранить материал, и я начинаю применять различного рода сокращений. Вот если мы сокращения в заявке какие-то применяем, да, то, соответственно, они должны быть где-то изначально прописаны, чтобы эксперт, который читает вашу заявку, ему это все было понятно. Далее, объективно охарактеризовать ваши имеющиеся ресурсы. Что значит объективно? Это значит, мы не декларируем то, что у нас есть, а все подтверждаем. Есть опыт участия в конкурсе учителей? Прилагаем аргументированное подтверждение. Лауреат конкурса, диплом прикладываем. Мы говорим, наша образовательная организация имеет опыт реализации подобных грантов, например, да, или подобных мероприятий. Мы получали уже денежные средства из регионального бюджета. Значит, это обязательно тоже подтверждается договором, соглашением, контрактом, любым документом, который бы подтверждал опыт успешного выполнения тех или иных работ. Это не говорит о том, что если у вас не было никогда, допустим, грантовой поддержки, вы никогда не получали субсидии федеральных. Это не говорит о том, что вам не надо участвовать. Это говорит о том, что вы вот здесь, в опыте работы организации, должны показать другие ваши достижения, ваших работников, в целом организации. Может быть, ваша организация выиграла какой-то республиканский конкурс, условно говоря, который проводился в регионе. Или, например, стала победителем всероссийского конкурса. Но это не говорит о том, что это были денежные какие-то мероприятия. Тем не менее, объективно охарактеризовать, показать человеческие ресурсы, возможности вашей организации вы должны, чтобы показать задел и опыт. Далее, целевые индикаторы проекта. Как правило, в конкурсной документации есть так называемый минимум целевые показатели. То есть, на что направлен проект, подо что выделяются деньги. Вот эти минимальные показатели должны быть вами в конкурсной документации обязательно указаны. И, соответственно, при заполнении заявки вы пишете эти показатели не ниже, чем те, которые указаны как минимальные показатели. СМЕТа тоже один из очень серьезных и важных вопросов, при которых оценивается заявка. СМЕТа должна быть проекта обоснована. То есть, если мы пишем, что у нас заработная плата, то мы должны обосновать, из каких соображений мы ее посчитали. То есть, это количество месяцев, это человек и ресурсы, сколько времени, сколько человек у вас будет работать над этим проектом, какова их средняя заработная плата и, соответственно, рассчитать зарплату. Если вы пишете приобретение компьютерного оборудования, то вы должны написать, какое вы планируете купить оборудование, сколько оно стоит, примерно хотя бы, это, чтобы цены были вполне реальные. Если вы планируете на базе какой-то организации провести, скажем, научно-методический семинар, вы закладываете, к примеру, аренду здания, там помещений какие-то, значит, соответственно, должна быть вполне реальная стоимость, ну пусть рыночная, которую вы заплатите за эти услуги. То есть, по СМИТе очень много бывает вопросов, не всегда гранты проходят и по этому пункту в том числе. Мы вот недавно сталкивались с такой ситуацией, организация запросила сумму грантовую и в конкурсной документации был пункт, что если сумма выделяемого гранта будет меньше, чем тот, который запрашивала организация, то, соответственно, организация вправе привлечь дополнительные средства на реализацию гранта, либо отказаться от выполнения гранта. И в результате дошкольное образовательное учреждение не смогло на разницу найти софинансирование и вынуждены были отказаться от выполнения гранта. Если бы сумма изначально у них была меньше, то шансов на то, что им бы дали именно ту сумму, которая есть, была бы, соответственно, больше. Но это конкурс, поэтому мы никогда не знаем, как правильно, сколько необходимо попросить и запросить. Поэтому мы исходим из целесообразности и реализации проекта. Ну и квалифицированный состав участников проекта, конечно, хотелось, конечно, большой вес имеют, как правило, руководители проекта, которые имеют уже опыт работы в этой области. Но, скажем, если смотреть в рамках нашего университета, то мы, как правило, руководителями проекта даже в области дополнительного профессионального образования или тогда, когда мы в нацпроектах участвуем, в рамках проекта образования, мы в качестве руководителя проекта, как правило, выбираем тех ученых, видных, которые уже руководили подобного рода проектами или те, у которых есть достаточный опыт, публикационная активность в этой отрасли хотя бы, в этой области. Ну и, соответственно, подбираем далее кадровый состав, так называемую команду проекта. Если это образовательная организация, то вы в команду проекта включаете тех сотрудников, тех педагогов, которые реально могут реализовать те мероприятия, которые вы запланируете в рамках выполнения взятых на себя обязательств. Ну вот, причины неуспешности поданных заявок. В качестве примера мы полтора месяца назад, да, мы подавали заявку на конкурс. И одним из пунктов в конкурсе, для участия в конкурсе, было письмо согласия от учредителя на участие в конкурсе. То есть мы, поскольку Министерство просвещения подавали заявку, а учредителем у нас в данном случае является Министерство науки и высшего образования, то мы получали согласие от учредителя на участие в конкурсе, то есть Министерство науки и высшего образования. И это согласие прикладывали сканкопию к документам к заявке. По формальным признакам нам заявку отклонили, то есть она не дошла до рассмотрения по техническим причинам в связи с тем, что в конкурсной документации было четко прописано, что часть документов должна была представляться в оригинале. И в оригинале должно было быть в том числе и согласие от учредителя. Мы не внимательно прочитали. Получить его физически мы уже не успевали согласия. И, соответственно, наша заявка по формальным признакам была отклонена. Еще один у нас был опыт, когда наша заявка не дошла до рассмотрения. Есть пункт на 1 сентября или на 1 число текущего месяца у организации не должно быть задолженности по налогам, сборам и так далее. Вот этот пункт тоже очень серьезный и важный, потому что для юридических лиц, когда конкурс объявляется, сразу, то есть если такая задолженность есть, то смысла подавать заявку просто нет. Потому что вам ее в любом случае отклонят. То есть первая техническая экспертиза, момент открытия заявок, посмотрели, по формальным признакам проверили содержание представленной вами заявки и отклонили ее в связи с тем, что она не соответствует заявку конкурсной документации. Титульный лист заявки подписывается руководителем, нет печати на подписи. Это тоже формальный признак для отклонения заявки. Были случаи, когда организации совместно подавали заявки, написано, что встав организации, учредительные документы должны быть заверены, где-то написано нотариально, значит должна быть нотариально заверена заявка. Где-то написано в установленном порядке, значит эти документы могут быть заверены самой организацией. Конечно, в идеале, чтобы в образовательной организации было какое-то ответственное лицо или структурное подразделение, которое бы эту всю, вот эту техническую хотя бы сторону взяли на себя. У нас в Башкирском государственном университете есть специальное структурное подразделение, оно называется отдел инновационной деятельности. Вот этот отдел инновационной деятельности взял на себя функции и по помощи нам в поиске грантов и конкурсов. И вот эту техническую сторону тоже по оформлению заявки тоже они нам помогают реализовать. Далее вот по успешности проекта хотела бы сказать, что бывают замечательные идеи, но в связи с отсутствием опыта написания какой-либо методической базы, опыта написания такого рода работ, к сожалению, эти идеи просто не доходят до реализации. Либо детский сад или, скажем, школа. Очень много сделали в этом направлении, но просто нет людей, которые могли бы это все сформулировать таким научным, лаконичным стилем. Да, написать, подтвердить документально. Поэтому, на наш взгляд, содружество образовательных организаций с учреждениями СПО, с вузами, это очень хороший союз, который бы позволил, допустим, организации образовательной получить методическую помощь и научную помощь от вузов в данном случае. Но вот в этом направлении мы работаем, у нас тоже много достаточно заключено договоров о сотрудничестве с образовательными организациями. И мы в рамках этих договоров на безвозмездной основе оказываем конституционную помощь, в том числе и при написании заявок. Ну и хотела бы еще сказать все-таки про эпизодичную деятельность. Мы сегодня будем писать грант. Все, коллектив загорелся, начали писать. Ай, мы не успеваем, бросили. Какое-то время проходит, за две недели до окончания подачи заявок, прибегает руководитель и говорит, так, все, мы получили письмо, давайте быстро пишем. Вот у нас же там задел есть какой-то. Начинаем писать. Не успеваем. В ППХ подготовили заявку, сделали. Если в приоритете образовательной организации есть стратегическое планирование, достижение показателей и грантовой деятельности, то эта работа должна быть, коллеги, да, должна быть системной. То есть, те направления, которые вы выбираете в качестве приоритетных, они в любом случае ложатся на основные цели, задачи, концепции государственной политики Российской Федерации, в том числе в системе образования. И всегда можно найти ту нишу, в которую прекрасно ложится ваш инновационный проект. Вот здесь, позвольте, я скажу об опыте нашим, Института непрерывного образования. Это те проекты, которые мы успешно выиграли, на реализацию которых требовалось и софинансирование субъекта, и софинансирование предприятий, и софинансирование самого ВУЗа. И получали мы грантовую поддержку. В 2012 году была объявлена президентская программа повышения квалификации для инженерных кадров, и начиная с 2012 года ежегодно мы участвовали в конкурсе. Конкурс был достаточно сложный, потому что там помимо электронного заполнения документов, мы должны были все это еще представить на бумажных носителях. в сроке конкурса, как всегда, 30 дней. Работал коллектив из порядка 10 человек. Это только та группа, которая готовила заявку. А в общей сложности на реализацию проекта ежегодно участвовали в реализации порядка 25-30 человек. То есть это были и сотрудники предприятий, сотрудники ВУЗа, преподаватели, и просто сотрудники, которые отвечали за организационную составляющую по данным проектам. В 2012, 2013, 2014 год, три года подряд мы получали финансирование и софинансирование от предприятий. Здесь вот вы видите, какое количество людей мы обучили. И особенностью программы было то, что мы должны были организовать стажировку на базе российских предприятий и за рубежом. Мы смогли, в общем-то, эту задачу тоже выполнить, благодаря тесным связям с предприятиями реального сектора экономики. И вот на протяжении трех лет мы получали финансирование, там где-то в среднем по миллиону, миллион двести. Это субсидия составляла. И следующее, там 25%, по-моему. Но это в общей сложности 4,5 миллиона, да? Нет? Угодно. И плюс еще было софинансирование предприятий. Следующая программа, которую тоже мы на протяжении ряда лет получали, это повышение квалификации инженерно-технических кадров. Здесь уже мы получили сумму федеральной субсидии 2 миллиона 400, и софинансирование от предприятия составило столько же. Всегда возникает вопрос, где найти софинансирование, и может ли организация сама софинансировать проекты, и куда это софинансирование, на какие статьи расходов можно тратить. Тратить их можно только на то, что указано в конкурсной документации, то есть и в соглашении, которое заключается между грантодателем и образовательной организацией. То есть вот здесь софинансирование от предприятий мы могли потратить только на доработку программ и на организацию стажировок и организацию консалтинговых услуг, что мы, собственно говоря, и делали. Сумма, конечно, была очень большая, то есть общая сумма 4 миллиона 800 тысяч. Потратить их нужно было в достаточно короткие сроки, тем более учитывая, что все проходит через торги и госзакупки, вот тютерка в тютерку хватает времени для того, чтобы потратить деньги по тем статьям, заявленным в конкурсной документации и в заявке. Ну вот здесь я представляла вам конкурсы, и сейчас, если позволите, я хотела бы остановиться еще на одном моменте, на работе с конкурсной документацией. Вот здесь основные перечни, то есть что, на что необходимо обратить внимание. И вот на пункт, который называется «Составление плана графика работ», вот он, мышка криво работает, тоже я хотела бы коротко сказать. План график работ – это то, что вы будете делать в рамках гранта, для того, чтобы достичь целевых показателей. Если вы напишите в плане графики работ, что вы приобретаете оборудование и укрепляете материальную базу образовательной организации, это не будет мероприятие. Если вы напишите «Приобретение оборудования, необходимого для организации системы вебинаров», такая-то, такая-то у нас видеоконференц-связь, и в последствии вы расписываете, как это все будет у вас приобретаться, каким сроком, то это уже будет финансирование, которое будет обосновано на трату именно в плане реализации вашего гранта. Еще на что хотела обратить внимание. Что такое мероприятие? Мероприятие – это как раз тот структурный элемент, который вы реализуете для достижения целевых показателей. План вы составляете, как правило, он должен составлять, как правило, должно быть несколько этапов при реализации гранта. Это обязательно подготовительный этап, это основной этап, и это обязательно этап, когда вы подводите итоги и готовите соответствующую отчетность. Сроки там должны быть реальные. Суммы там не пишутся, там пишутся только мероприятия, что вы делаете. А вот когда вы смету расходов составляете, то вы уже пишете, для реализации подготовительного этапа нам нужно то-то, то-то, то-то прописали приобретение чего-то. Или, например, написали заработная плата сотрудников. На первом этапе столько-то, на втором этапе столько-то. Чем более детализирована будет смета, тем больше, скажем так, вероятность того, что она действительно будет поддержана. Еще один момент – это поддержка профессиональных сообществ, вышестоящих организаций. В ряде конкурсной документации требуется, а иногда и не требуется, письма поддержки. Было бы неплохо, если бы такие письма поддержки у вас были, потому что для экспертов во многих документах мы видим, критерии оценок заявок появились, и там есть как раз-таки наличие положительных отзывов об организации со стороны профессиональных сообществ. Иные документы по усмотрению конкурсанта. Вот это то, что вы можете приложить сами в подтверждение положительного опыта, квалификации своих сотрудников. Вы можете приложить резюме сотрудников, каждого сотрудника, который будет у вас задействован в грань. Вы можете приложить перечень достижений, публикации, место своей организации в различного рода рейдингах, награды и так далее, поскольку это покажет возможность и потенциал вашей организации. Ну и вот в качестве примера позвольте, я вам покажу, как мы прописывали основные положения по конкурсной документации. Разработка комплексной программы адаптации интеграции детей новых соотечественников в образовательную среду поликультурного региона. Здесь речь идет о том, что дети, которые приезжают на территорию Российской Федерации, попадая в образовательную среду школы, они испытывают ряд социально-психологических проблем, в том числе плохой, низкий уровень владения русским языком. И вот мы разрабатывали для республики такую программу, которая бы позволила адаптировать детей. Мы провели серию вебинаров и методические рекомендации издали для учителей, у которых есть дети, мигранты в школах, целевую аудиторию определили. Вот вы здесь видите. И у нас было две организации, которые мы привлекали для реализации проекта в качестве соисполнителей. Это был у нас Российский университет дружбы народов и школа, на базе которой мы, собственно говоря, проводили апробацию всех тестовых материалов. Основные результаты реализации проекта, это все также прописывалось в нашей заявке, что мы разрабатываем, что мы опробировали, что мы провели, какие конкурсы, методические рекомендации, какие вебинары. Вот коротко здесь прописано. Вот это все было прописано в мероприятиях плана графика выполнения работы. Конкретно на каждый месяц мы прописывали, чем мы будем заниматься. И количественные показатели, качественные показатели, количественные. То есть нам надо было обучить, например, в рамках гранта 200 школьных учителей, повысить квалификацию. Мы в рамках вебинаров бесплатно за счет средств гранта обучили, провели курсы повышения квалификации для учителей. Провели конкурс «Лучший учитель русского языка». Далее вебинар провели, ну и так далее. Вот здесь вот вы видите. И в чем была изюминка нашей программы в том числе? И наша изюминка была в том, что мы организовали для детей-мигрантов детский лагерь в профиле «Лунное лето», где дети-мигрантов у нас прошли программу «Русский язык как иностранный». Для них были организованы различного рода мероприятия по изучению, обучению русскому языку, ну и ряд адаптационных мероприятий, в том числе и, конечно же, программа летнего отдыха, поскольку это все происходило в августе, в период летних каникул. Ну и вот здесь на слайде вы видите, мы разработали методические рекомендации по организации социально-психологической адаптации детей новых соотечественников в условиях общеобразовательных школ. Они имеют такой достаточно широкий спектр для применения. Эти рекомендации мы их подарили в наши школы-партнеры, ну и надеемся, что они, в общем-то, помогли и внесли свой вклад в работу педагогов в образовательных организациях. Ну вот, коллеги, к сожалению, программ-тову деятельность за час детально не расскажешь, потому что когда возникают вопросы по целям, задачам, как формулировать, время пробегает незаметно. Позвольте поблагодарить вас за внимание, еще раз поздравить с наступающим Днем Учителя, пожелать вам всего доброго. Спасибо. Вопросы есть, коллеги? Спасибо, 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 раденько.